На канале РБК программа Капитал Сергеем Лисовский. Мы продолжаем нашу встречу с директором совхоза имени Ленина Павлом Николаевичем Грудининым. Мы говорили о науке. Ну, о том, что реформируется Академия наук. На самом деле, вот у меня, честно, такая ассоциация, может быть, не очень удачная. Там несколько, год или два назад, помню, было такое желание присоединить часть Московской области к Москве. И я оценил это не более, чем как передел собственности. Вот тут вот такое впечатление, потому что вот когда читаешь то, что пишут, ну, по крайней мере, все это масса информации. И так стремительно, скажем так, принятый проект закона. Видишь, что на самом деле, по-моему, такие же тенденции к тому, что есть передел собственности. Хочется забрать землю у Академии наук, хочется забрать имущество, переделить через какое-то агентство. А вот наука, ученые, они вообще никого не интересуют. Потому что если бы там было другое, что там увеличивается ассигнование на науку на столько-то процентов или в таких-то объемах. Вот какие-то новые предложения, которые обсуждаются с академиками. Ну, даже совхоз никто не должен был реформировать без обсуждения с коллективом совхоза. А тут как-то так, скажем, вот мы решили, и вы давайте им. Нет, ну и самое удивительное, что ведь государство уже показало, что у него нет эффективных управленцев. Ну, вот последний пример Сколково. То есть закачали огромное количество денег, нулевой результат, ну и, по-видимому, еще много судебных разбирательств. То же самое Олимпстрои, да, в общем-то. Да, наша любимая Роснана. Да, наша Роснана. То есть государство не может, ну, по-видимому, не может выбрать по каким-то причинам нормальных, эффективных управленцев. И сейчас эту собственность, которая, как они считают, неправильно управляется, возможна и неэффективна. Но ее передадут еще в более, скажем так, неэффективные руки. И если у нас сейчас есть хоть что-то, хоть в каком-то виде, что потом можно, когда ситуация, надеюсь, стабилизируется, развить, то тогда мы получим вообще ноль и выжженное поле российской науки. Ну, вот в этом то есть, вы сначала что-то сделаете такое, чтобы показать, что вы можете, ну, Сколково, например, сделать, чтобы там появились новые идеи, новые изобретения. Хоть один Нобелевский лауреат, который, а их много выросло в Академии наук, несмотря на то, что вроде бы как ее сейчас критикуют, но она была поставщиком новых идей, людей, которые там цветом мировой науки являются. И после этого, скажите, вот мы такое придумали, не хуже, а то, может, и лучше. Давайте все реформируем в этом виде. Но пилотный проект пока не получился, Сколково, зато есть желание... Нет, ну, получился в совсем другую сторону. Ну, хорошо, да. Может быть, они отрабатывали этот вариант, что как взять Сколково, все это развести, да? Деньги исчезли, мы получили какое-то гламурное непонятное здание. Ты знаешь, что это знание высшей школы экономики, которая в Сколково? Она же построена по такому гламурному проекту, и проект там нависает огромная часть здания просто в воздухе. И он стоил раз в пять дороже из-за конструктивного решения. То есть закопали в это здание огромные деньги. Непонятно, для кого это нужно. То есть для науки это точно было не нужно. Тем более это здание, в общем, стоит где-то там на периферии, куда никто не ездит. Ну, я думаю, кстати, академики, которые остались у нас еще, а они все-таки есть, они категорически против этого, их надо слушать. Другое дело, что у нас никогда нет ответственности за то, что произошло. Вот это самое страшное. Да, и вот если бы власть хоть как-то думала о том, что будет ответственность рано или поздно, вы какие-то решения приняли, но за них ответьте. А у нас пока ни за одну реформу никто не ответил. Ну, знаешь, как животное, его надо наказывать сразу. То есть если вот собака что-то сделает, если ты ее сейчас не заказал, не наказал, даже через полчаса бесполезно, потому что она не воспримет это как наказание за тот проступок, за который ее наказали. Вот у нас чиновники, например, так, вот этот Кузнецов пресловозный. А, Алексей, который сейчас во Франции... Поразительно говорить о нем начали в 2008 году, да? Да. Прошло... Ему 6 лет дали на что? Я не знаю, чтобы он спрятал капиталы? Наверное, так. Почему его не ловили до этого? Там же как было? В 2008 году все уже знали, что возбуждено уголовное дело. В 2010 вроде бы как приняли решение о том, что его нужно закрыть, ну, имеется в виду, вернуть в Россию. Но только в 2012 году Интерпол получил от нас предложение о том, чтобы его где-то найти. Потому что он где-то не прятался. Он давал в этот момент интервью. Я знаю, были фотографии, когда он крушевеляет, дыхает с нашими чиновниками действующими. В общем, он и не стеснялся, и они не стеснялись с ним общаться. Ну, и, кстати, я очень хорошо знаю эту историю, потому что я в этот момент работал депутатом областной думы. И мы такие были антагонисты с Кузнецовым. Я всегда говорил, что вот это делать нельзя. Но почему-то, и, кстати, тут надо понять, ответственность думы в том числе должна быть, и губернатора. Потому что он работал не в безвозвучном пространстве. Те схемы, которые он применял, они абсолютно были, ну, скажем так, на грани закона или противозакона. И говорить о том, что мы этого не знали, это неправда. Можно взять стенограмму думы и послушать, что там тоже я говорил и многие другие депутаты. И при этом области не было одной из единственных программ развития сельского хозяйства. Долгое время, да. Кстати, Кузнецов все время ее торпедировал. И только потом, когда уже губернатор, вот, скажем так, я пришел на личный прием к Борису Ильичу, и тогда уже программа появилась. Но, кстати, она потом так и не была профинансирована на полном объеме. У нас же другая система есть. Можно принять программу, но не принять порядок выделения денежных средств, которые принимает правительство. А Кузнецов был не просто министр финансов, он был первый заместитель председателя правительства, курирующего экономический блок. Он курировал не только свое министерство, но и министерство экономики, и другие министерства. И в его ведении был очень большой объем. И, кстати, когда узнали о том, что он мог иметь двойное гражданство, это был шок. Потому что каким-то образом наша доблестная ФСБ пропустила. А вообще, как это? Человек занимал должность, в общем-то, одной из ведущих в стране. Московская область, это стратегическая область. И вот, опять же, возвращаясь к ответственности, ведь на самом деле никто не понес никакой ответственности. Никто не понес никакой ответственности, благолучно ушли на пенсию, или ушли сидеть в Совет Федерации, в Госдуму. Как будто бы ничего не случилось. Нет, ну и преподносится так, что он был один, и он один воровал, а все остальные не знают. Вот, что самое интересное. На самом деле, эти схемы были достаточно хорошо, опять же, я же говорю, работая с заместителем председателя комитета по бюджету, мы эти все схемы рассказывали, что нельзя этого делать. Выводить бюджетные средства из-под контроля, там, счетной палаты, а у нас она была в то время в областной думе. Делать вид, что мы не замечаем, что это вот такие проекты, которые никогда не принесут реальные пользы. Это все говорилось над... Но зато мы имеем в северной стороне, мы имеем, как в Дюбае, крытый горнолыжный спуск. Еще имеем большой-большой, очень горнолыжный, не горнолыжный, а... Это было очень необходимо в московском бюджете. Да, в обслейную трассу, очень интересную, на которую очень много денег потратили, и огромный стадион конькобежный, который почему-то не нужен Союзу конькобежцев России. Вот почему-то так вот получилось, что мы его строили-строили, причем за бюджетные деньги, а теперь один из муниципальных образований не знает, как его содержать. У нас город... Наверное, потихонечку будет разваливаться. На самом деле, ну, крайне как, это... Слатыков Щедрин говорил, что только во всем мире железные дороги строятся для передвижения, а у нас еще и для воровства. И многие вот факторы, которые Слатыков Щедрин говорил, факты, они сейчас у нас очень актуальны. Мы огромное количество спортивных комплексов строили, которые, на самом деле, не всегда были востребованы. Она говорит, не для того, чтобы привлечь детей к спорту, а на самом деле для того, чтобы освоить... Освоить деньги, да. К сожалению, это так. Еще одно вот интересное образование, таможенный союз. У нас буквально вот комитет был вчера, и там выступали спиртовики и жаловались, что вот вступили мы в таможенный союз, а теперь, если взять вот такую отрасль, как спирт, водка, понятно, что это плохо, но тем не менее, это огромная составляющая бюджета и потребления страны. Так вот, огромный поток водки, я могу сказать, по Курганской области, хлынул из Казахстана, потому что акцизы совершенно разные. И мы как раз там был один представитель со странами, бегающими глазками из Росалкогольрегулирования. И мы его спрашиваем, ну вы что-то собираетесь решать? Он говорит, ну вот таможенный союз, у нас разные эти. Я говорю, а вот когда мы вступали в таможенный союз, неужели вот такую важную составляющую, как цисно-спиртное, нельзя было совместить, потому что понятно, что будет сразу перетекание потоков денежных. Ну вот мы говорили, мы говорим, ну и что? Он говорит, ну к 20-му году Казахстан обещал уравнять таможенные, акцизные сборы. Мы говорим, ну понимаете, что до этого времени все наши заводы спиртовые, все умрут, все наши производители водки, все умрут. У нас, например, в Кургане огромное засилие водки из Казахстана. На мой взгляд, еще такая большая проблема. Все приграничные области сейчас. Ну и плюс еще поставки-то идут по всей стране. Нет, мы оказались в демпинговых, то есть под давлением демпинга из Белоруссии по молоку. Да, причем официальном демпинге. Да, причем иногда даже ты не знаешь, а что это произведенное вот в наших союзниках, то есть в странах-партнерах по таможенному союзу, и это привезенное туда и под их гиды ввезенное в Россию. Ввезенное в Россию. Потому что вот этот вот, скажем так, незаконный, на мой взгляд, импорт из Китая через Казахстан, из стран Литвы и Латвии через Белоруссию и сюда, он на самом деле уже, по-моему, виден невооруженным глазом. И он же в режиме растет. Я так понимаю, у нас давление сейчас по молоку начнется. У нас давление по фруктам и ягодам, кстати, да? По овощам тоже, мы же испытываем огромное давление. Белорусы, в отличие от нас, поддерживают своих крестьян. И имея дотации, они могут снижать цену. Естественно, мы не можем выиграть конкуренцию с белорусским огурцом. Пусть он хуже по качеству, но зато его много, и он очень дешевый. Надо, то же самое с молоком, то же самое с овощами. Ну, со многими составляющими нашего вот этого стола, психоэзиственного. Ну, и Казахстан тоже. Причем у них гораздо лучшее условие для ведения бизнеса. Многие, кстати, российские компании перерегистрировались уже в Казахстане. У нас это все происходит. И там платят налоги. Да, в Курганской области у нас многие компании, потому что когда мы начинаем с ними разговаривать, как же так, патриотизм, все, они говорят, мы все понимаем, но мы не можем конкурировать с казахстанским тогда продуктом, если мы не регистрированы там. Я поэтому и говорю, что если мы хотим все-таки выиграть конкуренцию, мы одновременно вступили в таможенный союз и ВТО, и, кажется, в обоих местах мы проигрываем пока. Мы проигрываем, но, ну, что меня удивляет, что в таможенный союз мы обсуждали, ну, я помню, минимум года три так активно, да, а вступили так, как будто мы вообще вот только вот вчера решили, и сегодня вступили. То есть не подготовили ничего. Ведь несостыковка по пошлинам, налогам, по тарифам у нас полная во всех отраслях, не только в сельском хозяйстве. Ну, вот такой фигня, что у нас главная политика, потому что, если помнишь, президент говорил, что мы вступим в ВТО только в составе таможенного союза всего. А потом почему-то концепция изменилась, и мы вступили в ВТО без таможенного союза, и в таможенный союз фактически без ВТО. И вступив в две эти организации одновременно, мы поставили под двойной удар конкуренции всех своих производителей. И тут у меня замминистра сельского хозяйства Московской области звонит, ты представляешь, белорусы открывают на нашей территории филиал, начинают производить сельхозмашины, но под белорусским флагом, а продавать здесь. Потому что это выгодно, значит, потому что там налоги меньше, а здесь фактически, ну, возможно... Они уходят полностью из-под контроля. Да, да, да. То есть их там не проверишь, тут не проверишь. То есть они действуют по налоговым условиям той страны, а живут здесь и работают здесь. Вот так вот. Ну, давайте о грустном не будем больше, о хорошем. Нет, у меня еще по спирту, это хочу просто поделиться. Тоже еще узнаю, что у нас, оказывается, огромное количество спирта поставляется в Россию на заводы по производству водки из Азербайджана. Где нет вообще сырья для пищевого спирта. И когда начали разбираться, оказывается, он поставляется с химических заводов. И никто это никак не регулирует. Это сейчас был круглый стол в Госдуме. И там говорили о том, что у нас молока-то все меньше, а молочных продуктов все больше. И на самом деле фальсификат из пальмового масла, он забил практически всех производителей. И встает один уже пожилой человек и говорит, слушайте, вообще-то в Советском Союзе было запрещено использовать пальмовое масло в пищевой промышленности, только в косметической. А у нас объемы ввезенного пальмового масла все больше и больше, поэтому мы это потребляем под видом молочных продуктов. Также интересно, но мы же ввозим огромное количество сала. Мы стали крупнейшим покупателем сала вообще. Все сало в Европе мы свозим к себе. Все это попадает, естественно, в продукты переработки, выдается нам за мясо. Но на самом деле мы этим самым травим наше население, которое потом вызвано огромные деньги тратить на... И потом у нас огромный спресс гибели от сосудистых и сердечных заболеваний. Потому что мы все жиры, которые вредные, все съедаем. Мы все съедаем. Но, кстати, поразительная такая, знаешь, успокоенность наших чиновников в отношении пальмового масла. Я много сейчас разговариваю с ними. Говорят, а что, ну это же безвредно, ну, может быть, типа не так вкусно. Я говорю, извините, пальмовое масло, температура правления 40 градусов, да? Это надо тяжело болеть, по сути. Чтобы его растопить у нас внутри. Поэтому ваше пальмовое масло превращается просто в такой парафин внутри вашего. Вот что вы, вы парафин стали бы сейчас употреблять? Они на меня смотрят удивленно. Говорят, это неправда. Ну, послушайте, вот есть известная история, что почему баранины едят с горячим чаем? Знаешь это? Да, ну потому что иначе жир... Потому что температура плавления говяжьего жира самая высокая, 38 градусов. Для того, чтобы его нормально переработать, нужно запивать горячим чаем. Но это, говорю, 38 градусов. Представьте 40. А пальмовое масло добавляется в мороженое. О чем там говорить? Там вообще температура снижается в пищеводе. И никто об этом, и никто эту даже тему не поднимает на правительственном уровне. На самом деле, вот задача поддержать отечественного сельхозпроизводителя, она такая глобальная, по большому счету. Потому что мы-то производим то, что можно проверить на любой стадии производства. И это абсолютно качественный товар. Да, это еще одна проблема. Мы одновременно даем рабочие места и зарплату нашим людям, которые, пусть они, ведь американцы поддерживают свое сельское хозяйство, сделали так, что средний фермер в среднем богаче, чем средний американец. А у нас почему-то, если крестьянский сын или там фермер, то он самый бедный должен почему-то быть. И как только мы даже пытаемся просто сказать, слушайте, ну давайте на доходность. У нас по всем регионам средняя зарплата на селе минимум в два раза ниже городской. По всем регионам. Говорить о том, что мы нашли национальную идею, это говорить громко и глупости. Мы должны найти другую национальную идею. Я считаю, что национальная идея должна быть поднять сельское хозяйство, накормить своих граждан отечественной, качественной продукцией, чтобы они меньше денег тратили на здравоохранение. Ну, кстати, вот интересно. Сегодня, кстати, услышал утром Росстат. Вот цена производителей в России за прошлый месяц упала на 1%. При этом цена потребительских... Потребительские цены выросли на 1%. То есть вот разница в 2% ее съела торговля. Только за месяц этого роста. А так происходит постоянно. Вот, кстати, закон о регулировании торговой деятельности против него бьется, как ни странно, и правительство в том числе, Минпромторг. Минпромторг, да. Да. Он активно поддерживает торговые сети. А они практически выжигают нашего производителя. Ты знаешь, что предложил Минпромторг? Что? Он предложил это в законе о том, что, например, сетям надо списывать все то, что у них якобы украли. Да, это ясно. Мне очень нравится. Я тогда стал говорить, слушайте, а у нас на полях тоже воруют. Давайте у нас тоже все списывать и все в расходы пускать. Потому что у нас-то воруют, наверное, не меньше, чем в сетях. Но Минпромторг на полном основании в правительстве защищает эту идею. Да, да, да. Хотя у них и так маржа достаточно большая. Они хотят еще увеличить эту маржу. И самое главное, на открытых совещаниях сами заявили торговлю, что у них 75% воровства – это их работники. Ну, да. То есть они берут таких работников, не контролируют их, они воруют. А теперь торговым сетям мы предлагаем это все списать. Не, ну, надо отдать должное. Вот эта Ирина Анатольевна Яровая, которая этим занимается, законом о регионе. Она прям точно сказала, что вы понимаете, этого никогда Госдума не допустит, потому что списать из региональных бюджетов 15 миллиардов рублей только потому, что вы не можете, скажем так, нормальную охрану у себя сделать. Это и нанять нормальных людей, которые будут заинтересованы в работе, а не временщиков или гастарбайтеров. Ну, поскольку Госдума пока... Ну, там ведь не только 15 миллиардов. Мы считали, там получается 14 миллиардов теряет федеральный бюджет и 15 теряет региональный бюджет. То есть практически 30 миллиардов. Тот миллиард долларов мы хотим подарить торговым сетям. Которые и так не только живут. Они, по этому, такие бедные у нас. А вся поддержка села – это 4 миллиарда. А тут только по одной статье. Мы торговым сетям хотим подарить миллиард долларов. Ну, вот это все называется экономическая политика государства. Экономическая политика государства какого-то западного, она всем направлена на то, чтобы тот, кто больше производит, тот больше получал маржи и дохода. У нас получается так, ты можешь сколько угодно производить, но тебе поставят, например, сеть цену такую, что ты до него выживешь. А сам поставит на полке магазина такую цену, которую, да, и потом напишет себе расходов, зарплат, еще чего-то, и скажет, видите, у нас маржа 3%. Ну, и как национальное состояние «Газпром» меня поразил совершенно феномерный случай. Я улетал из одного южного города во Франции и смотрю, необычное написано, значит, российская Москва, Внуково. Я говорю, вроде бы, если еще одного нет, она говорит, а это «Газпром», «Газпромавия». И смотрю, вижу, приходят дети, жены, то есть «Газпром» за наш счет, за наши налоги и подключения. Не так, мечты сбываются, не у всех, правда, но у них у них были. И он отправляет свои семьи на чартерах во Францию. Примерно такой чартер стоит около 50 тысяч евро туда-обратно, да, и подождать в рапорту. То есть вот 50 тысяч евро только так, чтобы 2-3 семьи хорошо отдохнули во Франции. Это только самолет, а я думаю, что еще сам отдых стоил приличных денег. Но, к сожалению, наша передача подошла к концу. Мы, в общем-то, не все обсудили, что хотелось, но, тем не менее, я считаю, что это важно, потому что мы должны думать о нашем селе. И только село – это тот, как ты правильно сказал, тот базис экономики, который спасет Россию. Это наша национальная идея. До свидания. Мы встречались с директором совхоза имени Ленина Павлом Николаевичем Грудининым. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!